ну чё здоровенько тебе обзор на winston flash mix вот такой я надыбал у себя на районе в магазинчике даже не в табачке в обычном магазинчике winston flash mix с кнопкой естественно вот такая вот яркая цветастая пачка привлекающая внимание глаз у меня сразу зацепился за данную почуху на полке сигарет выбивался он я думаю ля какой winston интересный я никогда такого не пробовал хотя видал в ю тубе видал обзор на данный winston зацепил я его тогда перед стримом кто был ребят на этом легендарнейшим стриме тот уже его видел как бы я показывал пачку и вроде как бы рассказывал о его вкусе но именно вкусе кнопки но и вот настал черед именно полноценного обзора там я еще ночью стримил поэтому не очень можешь пачка там была видна но я его уже демонстрировал как бы на стриме и покуривал люди уже знают кто присутствовал на том стриме и так вот так вот выглядит пачка цветастая абсолютно какая-то даже на сигареты не похоже просто какие-то ярчайшие абстрактные здесь фигурки тона кислотные кнопочка у нас нарисована вот желто-зеленая она выбита winston написано тоже выбито большими буквами даже вот этот орел птица короче тоже выбито флешмикс нет написано демосерия 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 как я понимаю это да как обычный вот пользователь обыватель потребитель сигарет или табачных продуктов что демосерия это они видимо компания запускает как пробную серию как я это понимаю по простому пробную серию если будут хорошие продажи то наверное они запустят уже машину по производству данной версии сигарет в полную мощность атака это просто видимо запускает какую-то партию насколько она задержится нам надолго ненадолго либо быстро разлетится вот и оказывается эти сигареты еще не российского производства видишь слепота слепота это явно не на не по-русски написано предупреждение дальше поехали верхняя крышечка выглядит вот так вот тоже она отличная тоже полосочки своего рода тоже абстракции тоже winston выбит он ничего себе странно как выбита даже кнопочка здесь а также чуть-чуть прощупывается птичка здесь у нас уже написано вот так вот слепота слепота по-русски уже будто написано сзади у нас указано что press to mix ну миксу типа вкус обычной сигареты то есть нажми и замиксу и будет тебе вкусненько и акциза я тогда на стриме как раз их покупал самом начале заморочил женщине голову выбирал эти сигареты там а дайте эти дайте те а потом винст за винстом этот класс зацепился я говорю это наверно казахстанские а похоже что не казахстанские ребят если я не ошибаюсь мне кажется я не ошибаюсь что это белорусская акциза министерства финансов финансов рб ну как бы республика беларусь ну мне кажется так акцизы тетюновы выробы вот что здесь написано поэтому думаю не ошибаюсь белорусская акциза так что скорее всего это белорусские фишки так по левой грани у нас написано тут 20 сигарет с фильтром содержать содержащим капсулу даже у нас дописано что капсулы содержит тут предупреждение что продажи лицам не достигшим 18 лет запрещено и содержит системные яды канцерогены мутагены справа у нас по грани идет лсс вас мог смел технология по которой они постоянно суют себе в сигаретки он код на 40 48 10 какой-то штрих-код кстати короткий достаточно написано изготовлена по лицензии под контролем джей интернешнл ты жене в швейцарии пинстон компакт flash mix называется на меньше запаха табачного дыма в помещении фильтр с воздушной камеры угони тут на перечисляли новый микс одним нажатием демо серия новое сочетание винстон и нижняя грань выглядит похоже вроде также как практически верхняя и не имеет она не несет в себе ничего не цены не не тут выбито что-то да там партии выбита он именно не написано пробита но я не буду присматриваться не суть это важно скажу так что стоимость данной пачки формата компакт стоила 85 рублей сто 85 рублей стоимость как обычный винстон как бы российский по моему в такой же ценовой категории находится и так полезли внутрь все снаружи и вроде все обозрел цену сказал внутри у нас встречает также в дизайне вот этой яркой упаковке вот такой вот цветастый вырез полосатый яркий в кислотных цветовых решениях есть у нас фольга но бумага фольгированная и здесь когда я открывал по то же птичка вот тут по центру в вырезе красовалась насколько я помню тут написано что дисковер и new винстон микс и по за микс и ну да они тут нам все перевели тут тут куча у нас преимуществ кто хочет может если они все перечислил можете поставить на паузу и почитать вот так вот да выглядит небольшой вырез полукругом сделанный внутри пачки ну и последняя сигаретка у меня как раз осталась под обзор как понимаете скурил я уже все и вот для обзора оставил одно смотрим теперь на сигаретку вот таким образом выглядит у нас сигаретка достаточно интересно ну плане того что она отличается от других например даже тех же самых винстонов сразу начинаю сверху фильтр колодезный но я одной сигареток ребята разрывал и поэтому угля тут нету тут фильтр трех составной но он именно возле курительной части просто ацетатка посередине это ацетатка с капсулой содержит и здесь колодец то есть угля здесь нет и фильтр выглядит вот так вот опять такие же продолжается тематика с пачки абстрактные линии 3 цветов это вот как у какая-то как лужа знаешь такая абстрактная линия красная зеленая желтая линии не не понятно что они означают просто хаотичные такие петельки можно сказать также указана у нас кнопочка с двух сторон вроде как на них стрелочки что типа хоп надави и улучшится вкус сигареты капсула подействует также серебристые полосочки он на фильтре и похоже фиксирует камера вот очень близко курительной части достаточно одна линия перфорации но достаточно часто и не проявить непрерывистая винстон написано серебряночкой и также птичку нанесли и также они здесь на сети до сигарете еще указали что это демо серия нанесли прям белым шрифтом по красному фону курительная часть у нас совершенно классическая в полосочку ничего тут примечательного нет набивка долго нашу уже сигареты но набивка я хочу сказать очень неплохая хоть и содержимое вроде как уже пересушено но это скорее больше уже мой косяк потому что но долго уже сигареты хранятся это не знаю сколько времени прошло с а ну пять дней прошло с обзора как я открыл пачку да вот считай всю неделю пачка уже открыта конечно содержимое уже могло и подсохнуть как бы но по набивке это отличная набивка для компактов просто она ну достаточно достойно тут провалом никаких нет просто но я сильно сжимать и не хочу но поверьте мне набивка тут хорошая только фильтр мне кажется как будто он длиннее чем обычно то есть курительная часть какая-то для вроде укороченного этих сигарет вот если ребят понюхать вот эту часть курительную вообще не имеет ничего общего с сигаретами то есть не пахнет вообще сигареты пахнет просто какие каким-то леденцом и все вот то есть ну не знаю табачного здесь абсолютно как будто ничего и не только будто это вообще продукт не для курения для сладенькая чего-нибудь типа какой-то десертик либо линии леденец реально в этом не не нравится но фильтр здесь не подслащенный что что хорошо я это люблю когда фильтр не подслащивают всякими там этими пудрами не приправляют и давай уже закурим и скажу вкусе сигареты о капсуле самой данные сишки короче абсолютно не горчат но большинство этих сигарет я скурил именно с раздавленной кнопкой не было интересно вроде как я когда-то смотрел обзор одного белорусского кстати обзорщика что он говорил что данные сигареты содержат содержат капсулу с ароматом кока-колы на самом деле это не так далее скажу с каким она ароматом но курить данные сигареты не раздавливал кнопку просто не имеет никакого смысла они не горькие абсолютно не горькие ну и насыщение они пустые абсолютно как будто по насыщению пустейшие сеги и то есть ты покуришь не насытись они никотином ничем не аромата никакого считания пустышки все вот так вот маленькая кривенько она уже пошла гореть и за капсулу короче куря на стриме мне один из комментаторов в чате написал что вроде она там цитрус лимонад именно да он он был прав кока-коля это не имеет никакого отношения вот данная капсула и когда мы хлопаем кнопку она достаточно кстати во всех сигаретах достаточно плотная просто так ее нужно прилагать такое серьезное усилие чтобы ее давануть да все пошел ментол и пошел цитрус то есть цитрусово-лимонадный какой-то такой ароматик по-моему я даже какую-то в каких-то сигаретах уже встречал подобный вкус кнопки но все равно это достаточно обыденно ну не быть не обыденно не классическая прям кнопка такая я прям проявил интерес думал реально сколько колы будет не вот цитрусово-лимонадная кислинка такая даже присутствует после раздавления кнопки при курении но сказать что буду рекомендовать эти фишки да наверно нет ребят наверно нет горят очень быстро насыщает опять же таки никотином очень слабо но просто пустой продукт и все не знаю просто привлекла меня данная пачка как обзорщика просто сигарет да в копилку сигарет тем более они вроде российские как не производятся только белорусские это нужно искать где-то у вас торгуют белорусскими сигаретами это сейчас по моему повсеместно происходит ну ради кнопки может кто любит кнопочные может им вам стоит взять попробовать ну как так как я не люблю кнопку но без кнопки я вообще их курить практически не могу но это не имеет смысла никакого просто просто сиськи нулевые по насыщению а когда хоть кнопку лопаешь хоть вкус какой-то появляется достаточно интересный вот не знаю для меня набивка хорошая до набивка хорошая ну чем они набиты это это большой вопрос если она никакого вкуса табака не имеет не насыщает ни черта не знаю какой-то низкопробная специально знаете сделали чтоб только с кнопкой они и курились нормально без кнопки это как-то выглядит достаточно ну странная странный вкус и на классические сигареты не похожи не знаю не очень мне понравились вот такой вот вышел обзор на винстон flash mix а на этом все будут завершать заканчивать как и закончил эти сигареты курить все всем спасибо за внимание подписываемся комментируем оцениваем всем пока